В Самаре по подозрению к причастности к целой серии телефонных мошенничеств задержаны двое молодых людей. По данным силовиков, чаще всего их жертвами становились пожилые люди и дети. Если трубку брал пенсионер, то один из подозреваемых выдавал себя за родственника, который попал в беду и просил срочно передать деньги через курьера. Его роль исполнял подельник. Если на звонок отвечал ребенок, то деньги и ценные вещи его уговаривали передать фальшивому сотруднику полиции, потому что квартиру якобы собираются ограбить. Всего, по данным следствия, на счету задержанных восемь эпизодов. Впрочем, не исключено, что их может быть гораздо больше. По ним обоим возбуждены общие, то есть эти восемь уголовных дел соединены в одно производство, в одно уголовное дело. Положительно, не только в нашем районе промышленном, но еще в советском, кировском, есть эпизоды, которые люди просто не заявляли, как и пожилые граждане, так и родители к вношению совершеннолетних, которых были совершены преступления. Отмечу, что в прошлом задержанные уже попадали в поле зрения правоохранителей. Оба ранее судимы за убийство и разбой. Полицейские просят всех, кто пострадал от действий этих людей, сообщить об этом по телефону, указанному на экране.